Продолжаем разработку этой небольшой игрушки и давайте посмотрим, что вообще нам нужно сделать. Для начала посмотрим на спрайты. Нам нужно нарисовать персонажа, можно даже без анимации, просто главное, чтобы он был наш, собственный, а не взятый из какого-то примера. И другой спрайт, когда персонаж ускоряется, хотя я не помню, чтобы я делал ему ускорение, но и его можно будет сделать. Думаю, оно иногда будет полезно. А спрайт стены, он у нас невидимый, поэтому его оставляем в покое. Спрайт ящика уже перерисованный, я специально его сделал красным ярким, чтобы его было сразу видно. Поэтому если нужно будет, то перерисуем, если нет, то оставим так. Конечно же, напольное лезвие, оно сделано вот таким вот кругом. Его сделаем обязательно. Бомбу. Нужно будет сделать здесь более мягкие переходы. Сейчас они здесь очень резкие. Да и просто добавить ей объема. Ну и к тому же, сделать бомбу... Так. Сделать бомбу замедленного действия, который у нас вот так вот мигает. А спрайт взрыва можно будет, в принципе, сделать, но, по-моему, он, в принципе, довольно минималистичен и выглядит вполне похожим на взрыв. Хотя я уже представляю, как его можно будет доделать. Поэтому, я думаю, тоже поправим. А с лазером у нас тут, в принципе, все в порядке. Если не считая того, что он сделан немного не так, с точки зрения кодинга, да, можно было сделать всего лишь маленький кусочек на несколько пикселей и удлинить его. Но пусть будет так. Зачем я, кстати, сделала анимацию? То, что он у нас вот так будет постепенно исчезать. А если не будет, как, например, на уровне с клеткой, он у нас просто вот так вот мигает. Тоже вариант. То же самое у нас с горизонтальным лазером. Ну и лазерная турель у нас уже готова. Точнее, все остальные турели тоже. А вот сюда ее перенесем. Вот так. Так. Это у нас будут напольные шипы. Отлично. Ну и, конечно же, нужно прорисовать фон. Все. Мы и начнем. А для начала узнаем. Размер комнаты. Это у нас 800 на 600. Я на всякий случай еще сделаю скрин. Потом объясню почему. Так. Размер виду у нас 800 на 580. Вот почему. Создаем новый документ. 800 на 600. Разрешение поставлю побольше. И также создам новый документ. 800 на 580. Залью его черным цветом. Скопирую. И ставлю сюда. Подниму самый верх. Это замороченная махинация, которую я сейчас провожу. Просто, чтобы самому не отмерять попиксельно, какое здесь расстояние. Я сделаю вот так. И теперь инвертирую. Теперь то, что в белом. Это у нас сама зона игры. Так, где она? Да иди сюда. Вот. Это вот эта зона. А то, что ниже, это уже остальные пиксели. А зачем это сделано? Скорее всего, при взрыве попадания в игрока, точнее, будет тряска экрана. И это просто может пригодиться. Чтобы создавалось какое-то ощущение пространства. Умное слово. Окей. Закрываем. И переходим уже сюда в Photoshop. Я все-таки сделаю его немного потемнее. Не люблю яркий белый цвет в глаза. Да и просто мешать он тоже рисует. Рисовать он тоже мешает. Так, этот можно закрыть документ. Угу. И у меня здесь уже есть заготовленная среда. Специально для пиксель-арта. Здесь уже и для анимации окно и просто навигатор, чтобы удобнее было смотреть, как он выглядит издалека. И сразу уже готовая цветовая палитра. Но сейчас мне это все не нужно, поэтому я переключусь пока обратно. Создам новый слой. И... 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 Так, где у нас комната? Вот комната. Еще раз сделаю скриншот. И помещу его вот сюда. Вот, отлично. В принципе низ тоже залью. А зачем это вообще все сделано? Во-первых, сейчас я хочу посмотреть общую концепцию, какая будет с учетом вот этих тайлов. Потому что, как видите, они монотонные и было бы неплохо их изменить. Дублирую слой. Как вариант, можно наложить его друг на друга, но получится сейчас слишком темно. Немножко уменьшу заливку. Стало немного темнее, но сама детализация чуть-чуть повысилась. Получился такой, как бы, мягкий фокус. Если посмотрим, как обычно у нас он выглядит, то он вот такой вот размытый. Такой вот мягкий фокус нам как раз и нужен. А с учетом того, что фон будет светлый. Попробую его сейчас аккуратненько так выделить. Вот так. Учитывая, что фон у нас очень светлый. Не то чтобы прям очень, но значительно светлее вот этого вот. то получится неплохой такой контраст. Но, как видите, слишком яркое пятно не очень-то хорошо смотрится. Поэтому я его пока оставлю как маску. Эту мы сольем. Теперь давайте подберем основную гамму для вот этого пятна. Так, я удерживаю control и зажимаю на вот эту миниатюбку. У нас тут получается вот такое окошко, как бы, выделение. Сейчас можно выбрать градиент и залить его градиентом. Но лучше наоборот. Вот что-то типа такого. И теперь мы можем его уже как-то по-своему регулировать. Например, вот так вот смотрится уже гораздо лучше, чем просто такое темное пятно. Но видим, что здесь есть свет, поэтому у нас есть несколько вариантов. Мы можем добавить либо сюда какие-то источники освещения, что, кстати, будет довольно неплохим вариантом. Но тогда нам нужно будет добавить что-нибудь еще позади, чтобы не было ощущения, что это просто вот такая замкнутая, закрытая комната. Оно, в принципе, именно для этого проекта такое подойдет. Но по ощущениям игры и визуальной составляющей все-таки лучше, когда чувствуется глубокое пространство, а не просто вот как в кукольном театре. А что я еще хотел сделать, это внизу добавить мягкий переход. Только с темным светом. Возьму кисточку поменьше. Вот так как бы из черного она мягенько выходит. Можно также взять ластик, вытереть ненужное, стереть. Вообще такие мягкие переходы лучше делать градиентом. Ну и можно и заморочиться. А теперь можно сразу давать название нашим слоям, чтобы потом о них просто не запутаться. Не запутаться. Так, это у нас тени внизу. Это у нас фон. Это у нас база. То есть то, как выглядел фон без всего этого. Так его назовем фон база. Это у нас фон маска. А зачем она нужна сейчас? Мы просто можем в любой момент на любом слое, удерживая Ctrl, кликнуть по ней и у нас образуется выделение на этой области. Это очень удобно. Если нам нужно наоборот выделить все, кроме нее, мы просто можем инвертировать выделение. И все. Все, что нам нужно, уже есть. Вот, как видите, более мягкие такие переходы за счет размытия получились. Теперь можно добавить сюда какие-нибудь источники освещения. Можно даже в сам пол. Вообще, у меня здесь они сделаны тайлами. Так, где вот? Вот такие вот тайлы. Но, ничто не мешает сделать его единым фоном. Конечно, это уже будет не совсем пиксель-арт. Или какой-то особенный стиль пиксель-арта. Там какой-нибудь нео, новый. Главное, чтобы это просто красиво смотрелось, стильненько. И ничего так особо в глаза не бросалось. Вообще, самое главное в дизайне игры, чтобы сам дизайн не бросался в глаза, но при этом был приятным. Это значит, что дизайн должен быть хорошим, приятным, опрятным. Но он не должен на себя отвлекать абсолютно все внимание в вашей игре. Ну, конечно, если у вас неинтересный геймплей, тупой сюжет или там просто все фигня, то можно тащить за счет графики. Это когда-то делал. Но это было с фалка. Со стимом. Стим Greenlight, например, это вряд ли прокатит. Но, кто знает. Просто я обязан был это сказать. Так. А теперь, чтобы рисовать скетчем, я, в принципе, оставлю просто кисть. Вот, это у меня будет обычная кисточка. Только что-то она левая. Во. Так. Уже не помню, какая кисть для чего. Окей, пусть будет так. Вот. Но, чтобы рисовать именно в этом стиле, я обычно выбираю карандаш. У карандаша, как видите, нету таких вот плавных переходов. У него очень резкие края, и за счет этого получается такой вот стиль. У кисти же, у нее за счет интерполяции и полупрозрачных пикселей, получается очень плавный переход. Можно даже сказать, размытый. То есть, вот сравните, да? Кисть и карандаш. Это у нас с размытыми краями, а это без. И для разных стилей используются разные края. Так. Первый вопрос. Где у нас разместить источники освещения? Так как здесь у нас более светлая часть, то я размещу их здесь. И не надо спрашивать, где логика. Просто у меня сейчас пришла такая идея сделать что-то вроде источников освещения здесь, чтобы они давали еще вот такой вот блеклый треугольный свет, как вечером на веранде. Пока что это будут просто кружочки. Так. Создам отдельный слой. Выберу режим вложения линейный осветлитель. И выберу какой-нибудь такой вот желтоватый цвет. Даже больше к рыжему. Так. Лучше воспользоваться, пожалуй, лосом. Вот так. Так. И теперь мягкой кисточкой сделаю более плавный переход. А еще это можно сделать так. Еще это можно сделать размытием по гауссу. Но не всегда. Поэтому сейчас я просто вот так вот делаю более плавные переходы. Вот примерно так. Можно даже сделать немного полукруглой. Главное просто не переборщить. А то можно встретить что-нибудь нужное. Ну и добавить что-то типа вот такого. Кстати, так смотрится даже лучше. Ну да ладно. Это у нас будет интенсивность света. В общем, оставлю его просто пока как вариант. Пусть будет. А теперь сделаем нормальные источники света. Например, можно их также сделать где-нибудь в полу. Давайте попробуем. Возьму также какой-нибудь пока что блеклый яркий цвет. Точнее хотел сказать светлый яркий цвет. Чтобы он здесь не потерялся. И карандаш. Карандаш тоже чувствительный к нажиму и прозрачности. Только края у него будут более резкие. Вот. Но еще в чем фишка была этого стиля. То, что все рисовалось попиксельно, а потом просто увеличилось в два раза. Поэтому. Поэтому возьмем сейчас новый холст 32 на 32 сантиметра. Скопируем его. Вот. То есть у нас вот такой вот примерно размер будет светильника этого. Разместим их где-нибудь вот здесь. Вот так вот. А теперь сделаем их черными и на них уже будем рисовать попиксельно карандашом. Вот так. Какая у нас будет форма? Скорее всего, типа прожектора, который светит наверх. Нету. 16 на 16. Вставляем наш чудо-светильник. Уменьшаем его. Вот так. Как видим, он у нас получился очень размазанный и нечеткий. Поэтому мы его сейчас заново будем раскрашивать. Но это нормально. Теперь сделаем традиционную пиксельную обводку. Здесь уже кто как умеет, каких-то особых правил нету. Здесь главное просто, чтобы все смотрелось красиво. Вот так. Так вот светильничек получается уже. Вот так. Так вот светильничек получается уже. Закрашиваем. Закрашиваем его каким-либо темным цветом. Так, но здесь сначала отключим сглаживание и допуск поставим на ноль. Ай. Вот так. Ай. Ай. Вот так. Потому что там все-таки светит свет. Потому что там все-таки светит свет. Вот так. И теперь нам нужно просто показать, что он у нас не плоский, а полукруглый. Для этого можно сделать блики. Например, вот так вот, как у нас было на бомбе. И просто добавить тень. Но я пойду немного более сложным путем. Я его все-таки нормально раскрашу. Здесь я оставил тень. Хотя по хорошему тень можно было бы сделать здесь. А здесь оставить как раз этот цвет типа рефлекса. Ну посмотрим, как будет лучше смотреться. Так. Так. Посмотрим, как это выглядит издалека. Можно чуть побольше контраста добавить. И добавлять уже более светлые тона, полутоны. Для этого уже можно включить передачу и на новом слое уже передавать. Тогда он получится более плавный. Можно еще чуть-чуть добавить. Так, теперь я все это беру в папку, дублирую папку и сливаю в один слой. У меня теперь есть каждый элемент по отдельности и единая картинка. Мне ее так удобнее просто будет скопировать. Теперь осталось ее найти вот здесь. Нашел. И как видим, она у нас уже намного лучше вписывается, чем вот эта вот мазня, которую мы сейчас удалим. Можем его даже оставить таким маленьким, а можем увеличить в два раза. Для этого также сделаем лучше отдельный слой, точнее отдельный документ. И увеличим его вот так вот. Здесь мы выбираем четкие края, чтобы у нас не было никакой интерполяции. Потому что, если мы будем, например, использовать интерполяцию, то получим вот такое вот G, которое у нас буквально размазало. А если мы выберем по соседним пикселям четкие края, то все будет как надо. Окей. Заново копируем, вставляем. И теперь у нас размер в два раза больше. Даже не в два. В общем, размер теперь больше. А выглядит она по четкости точно так же. Вот такой вот колпачок цвета у нас получился. Сейчас проделаем вот такое вот дело. Вот так. Я включил маску. И теперь стираю лишнее. Передача включена. Отлично. Немного желтого все-таки здесь добавим к краям. Вот так вот. Смотрится уже гораздо лучше. Теперь только можно изменить ее прозрачность, там насыщенность. А то как-то слишком блекло получилось. Ну хорошо. Ну и теперь, конечно же, что мы можем сделать? Мы можем поменять ее цвет. Например, на вот такой более фиолетовый, или наоборот более желтый, красный. Там, чтобы он получился рыжим. Здесь уже главное подобрать правильное освещение. Я на всякий случай его продублирую. Потому что я хочу его уменьшить. Вот так. Не знаю, может так будет смотреться хуже в самой игре. Все-таки деталей у нас тут будет немало на фоне. Попробуем еще какой-нибудь другой тон. Вот красный. Его вообще можно будет включать, когда будет какой-нибудь хардкорный режим. Или вообще сделать из них такую цвета музыку. Кстати, синий тоже довольно неплохо светит. Даже, по-моему, намного больше в тем. Да, мне, в принципе, этот голубовато нравится больше. Осталось только определиться с вариантом. Короче, оставлю пока вот такой вот светленький. Точнее, голубой и короткий. Отлично. Это мы пока удалим. Совсем маленькие светильники можно повернуть на 90 градусов и понатыкать вот сюда. Только здесь у них не будет такого яркого пятна, потому что цвет я здесь сделаю более темный. Кстати, вот здесь уже можно сделать действительно желтый цвет. Вот такое вот освещение получится. Здесь, конечно, на фоне тоже придется поменять некоторые детальки. Но это не страшно. Просто сейчас свет не вызывает такого ощущения, что он действительно свет. Но пока это не страшно. Объединиваем группу. Назовем ее маленькая лампа. Желтая. И вынесем в отдельную папку. Так, это у нас большая лампа голубая. Пока сохраню просто лишь бы было. И добавим вторую лампу в противоположный угол. Примерно вот сюда. Потом уже подровняем. А вот с маленькой желтой лампой мы поступим примерно вот так. Это, конечно, все еще довольно-таки примерно. Можно будет даже сделать лучше, наверное, вот так. Да и к тому же появилась у меня сейчас такая идея и поместить их вообще за вот этот фон, за эту стену. Вот так. По-моему, так смотрится поприкольнее. Так же эти светильники можно разместить под углом. Тогда я вывожу все равно небольшое смещение. Но, по-моему, так смотрится посимпатичнее. Пожалуй, я сейчас именно так и сделаю. Пока я в эту папку просто складываю все, что не нужно, но может пригодиться. Так. И еще одна. Отражаю по горизонтали. Вот и все. Базовое освещение мы уже сделали. У нас вышло аж на целых 40 минут. Может, я сейчас немного его подрежу, чтобы не так накладно было. И мы сделали базовое такое освещение. Ну и вообще с фоном немного улучшили его. Немного с ним поигрались. Так что передохните, налейте себе чайку. И давайте на следующую часть.